Валерий Седов В октябрьском районе города зафиксировано превышение нормы сероводорода. Об этом сообщается на сайте администрации. Пробы отобраны 1 февраля на улице Песочинской. Два измерения провели ночью с полуночи до часу. В результате выявили измерения с превышением ПДК сероводорода. Максимальный из них 1,56. Сероводород очень токсичен. Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Напомним, ранее стало известно, что Рязань вошла в пятерку неблагоприятных регионов по экологичности. Рейтинг составили эксперты из аналитического кредитного рейтингового агентства. Рязанка стала миллионером. Правда, сделала она это незаконно, используя мошеннические схемы. Теперь прокуратурой советского района города Рязани поддержано государственное обвинение в отношении женщины. В ходе расследования уголовного дела установлено, что работая главным бухгалтером в учреждениях дошкольного образования, Рязанка оформляла на свое имя платежные поручения о получении заработной платы, при этом указывая суммы в большем размере, чем предусмотрено трудовым договором. Своими действиями женщина причинила ущерб муниципальному образованию городской округ Рязань в размере свыше 4 миллионов рублей, что относится к особо крупному размеру. При назначении наказания судом были учтены смягчающие обстоятельства, в том числе явка с повинной. Приговором советского района суда города Рязани женщина была признана виновной в совершении вменяемых ей преступлений и ей было назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на 5 лет с испытательным сроком 4 года. Прокуратурой советского района Рязани в судебном заседании заявлен гражданский иск о возмещении причиненного ущерба, который удовлетворен судом. Приговор не вступил в законную силу. К криминальным новостям. В декабре 2019 года произошло убийство посреди улицы. Причиной стала ссора. Подробности расскажем далее. 19 декабря возле одного из магазинов на улице сельских строителей обнаружили тело 20-летнего юноши. Очевидцы сразу же позвонили в дежурную часть. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра мест происшествия было установлено, что на трупе имеется колотрезное ранение в области сердца. Следователи на месте происшествия провели необходимые и неотложные следственные действия, такие как осмотр мест происшествия, установили и закрепили следы преступления. Следователи обнаружили и орудие убийства – нож. Подозреваемого нашли, что называется, по горячим следам. Сделать это удалось благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям. Его помогли задержать сотрудники полиции и регионального управления Росгвардии. Подозреваемым оказался ранее судимый 34-летний рязанец. Позже удалось узнать все подробности убийства. По данным следствия, в 2 часа ночи возле одного из магазинов к 20-летнему юноше подошел пьяный мужчина. Между ними возник конфликт и в ходе ссоры подозреваемый нанес молодому человеку удар ножом. От полученной раны пострадавший скончался. Подозреваемый установлен, он задержан. В отношении него судом избраны меры посещения в виде заключения под стражу. Он дал признательные показания по делу. Рассказал подробно об устоятельствах совершенного преступления. Кроме того, очевидцами данного преступления являются трое жителей города Рязани. Уголовное дело находится на завершающей стадии расследования. В ближайшее время его направят прокурору для утверждения обвинительного заключения. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Любители спорта смогут вернуть часть денег, потраченных на услуги физкультурно-спортивных организаций. Госдума одобрила в первом чтении законопроект о предоставлении россиянам налогового вычета за посещение фитнес-залов и спортивных секций. Максимальный размер возвращенных средств может составить 15,6 тысяч рублей в год. При этом вычет будет предоставляться только за оплату услуг залов и секций, включенных в специальный перечень, который определит правительство страны. Для получения потребуется всего два документа – договор и кассовый чек. Эти документы можно подавать как работодателю в течение года, так и в саму налоговую одним пакетом по итогам года. По словам депутатов, законопроект о налоговом вычете за услуги фитнес-центров может быть расширен во втором чтении за счет включения в этот перечень правительства услуг индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Рязанские автолюбители провели онлайн-митинг «Безопасные и качественные дороги». Участникам предлагалось обозначить на Яндекс.Картах места и участки в городе, где есть ямы и колдобины. За два часа водители оставили сотню отметок. С этими результатами активисты намерены выступить на круглом столе по теме «Реализация в городе Рязани национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Максим Васильев внимательно изучил Яндекс.Карту города. Официально этот паблик пусть и назвали онлайн-митингом, фактически же это был этакий социальный срез особо наблюдательных. Стартовала акция в 17 часов. Обозначать некомфортные места автолюбители начали практически сразу. Плохая дорога, разбитый асфальт – одно из самых популярных сообщений. Кто-то относился к происходящему с юмором, вот как здесь, например, ямы размером с кратер. Самое важное в таких вещах, не позволяющие пройти мимо, обратная связь. И она у дорожных активистов появилась. В комментариях были замечены представители аккаунтов «Администрация Рязанской области» и «Минтранс Рязанской области». Отвечали на самые актуальные вопросы. «Минтранс уже много раз обещал нам решить эту проблему, но пока только на словах. Не только жители Ряжского района, но и транзитники. Вот такой опасный поворот». Здравствуйте! В добровольном порядке инвестор не восстановил нарушенное обустройство региональной дороги. Кроме уже поданных заявлений в полицию и прокуратуру, мы сейчас готовим материалы в суд для подачи иска на инвестора. Дорогу между нефтезаводом и Южное окружное только в ноябре сделали заново. Две огромные ямы прямо посреди проезжей части. Здравствуйте! Ремонт данного участка дороги ведется в соответствии с разработанной проектной документацией. Контракт с подрядчиком двухгодичный. По окончании всех работ будет проведена комиссионная приемка этого участка автодороги. В случае выявленных недосчетов все они будут устранены подрядчиком. Кроме того, участок будет находиться на гарантии. Еще одна площадка для онлайн-общения, конечно, не помешает. И если привлечение внимания городских властей было главной целью этой беседки, то эффекты активисты добились. Потому что технически все обозначения на картах выглядели спонтанным и непродуманным решением. Автолюбители усердно ставили точки. Спустя время администраторы Яндекса их методично удаляли. Впрочем, большую часть все-таки удалось вроде как зафиксировать. И вот с этими документами организаторы паблика намеренно разговаривают с властями не через соцсети, а вживую. На семинаре по выполнению нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Максим Васильев, телекомпания «Город». В Рязани почтили память героя Советского Союза и национального героя Италии Федора Политаева. Уроженец Рязанской области в 1945 году в Италии храбро проявил себя. К его атаке присоединились итальянские партизаны. В результате чего 76 лет назад было окончательно подавлено сопротивление немецких противников, которые намеревались провести операцию против итальянских партизан. День Победы, который празднуется 9 мая, для многих россиян является одним из главных праздников. Однако героев Великой Отечественной войны вспоминают не только один раз в году. Вторая мировая война включает в себя множество дат, достойных внимания. 2 февраля 76 лет назад уроженец Рязанской области Федор Политаев не дал немецким захватчикам провести широкомасштабную операцию против итальянских партизан. Дожидаясь подкрепления, немцы собирались пойти в атаку. Необходимо было их заставить сдаться до этого. Тогда Федор Политаев поднялся в атаку и, ведя огонь из автомата, приказал немцам сдаваться. Следом за ним подоспели итальянские партизаны. В этом году, 2 февраля, в администрации Рязани прошла международная конференция с итальянскими коллегами и писателями, на которой обсуждались как вопросы взаимодействия между Рязанью и итальянскими городами-побратимами, так и честование памяти Федора Политаева, героя Советского Союза и национального героя Италии. Чтятся традиции не только на нашей родной земле, но и в Италии. Я лично видела отношения вас, дорогие друзья итальянцев, с каким уважением вы относитесь к героям, независимо от того, какой национальной принадлежности. Но самое главное, что эти люди сделали для того, чтобы мы сейчас с вами жили в мирное время. Юлия Рокотянская отметила, что одной из главных задач является передача следующим поколениям наших знаний для того, чтобы мир на земле сохранялся на долгие годы. В диалоге с итальянскими коллегами рязанские политики отметили, что Вторая мировая война, которую в России называют Великой Отечественной, стала серьезным испытанием для всей нашей страны, а также для Рязанщины. Более 300 тысяч рязанцев ушли на фронт. Многие не вернулись домой. Тысячи были награждены орденами и медалями. Многим было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. И многим оно было присвоено посмертно. Их вклад в победу бесценен. И на примере этих людей мы воспитываем молодое поколение. К сожалению, в сражении 2 февраля 1945 года Федор Политаев погиб. Но благодаря его храбрости немцы бросали оружие и были окончательно подавлены отрядом, в котором воевал Политаев. Он посмертно был признан Героем Советского Союза, а также получил другие советские и итальянские награды. На данный момент его подвиг привел к хорошему взаимодействию между Рязанью и Италией. Там у нас появилось два города Побратима – Генуя и Александрия. Сейчас между Рязанью и Италией проходит плодотворное сотрудничество. Мы всегда рады вас видеть. И надеемся в скором времени, теперь уже не мы первые к вам, а вы к нам, наверное, приедете либо на 9 мая, либо на день города. Эта международная конференция, которую ввел внук Федора Политаева, была направлена и на то, чтобы вспомнить всех, кто участвовал в боях Второй мировой войны. Тех, кто боролся за свободу и мирное будущее. Свои задачи рязанские политики и коллеги из Италии ставят недопущение повторения печального опыта прошлого. Они нацелены совместными усилиями строить для будущих поколений процветающий и справедливый мир. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Новые конкурсы в условиях ограничительных мер. Сотрудники госавтоинспекции запустили акцию для детей «Береги себя». Задача – изготовить тканевую маску с элементами дорожно-транспортной тематики. Эти маски дети сделали сами. Но конструкция не просто декоративная. Ее можно носить так же, как медицинскую или тканевую. Школьники признаются, что порой им помогают родители. И вместе удается создать эти необычные творения. Сами тканевые маски с элементами дорожно-транспортной тематики ребята создают в рамках городской акции по безопасности дорожного движения «Береги себя». Цель у данного мероприятия одна – обратить внимание взрослых и детей на актуальность темы безопасности дорожного движения. Ведь в настоящее время использование масок и соблюдение правил дорожного движения перекликаются в повседневной жизни и являются одними из элементов сохранения жизни и здоровья граждан. В изготовлении масок для акции есть свои требования. Так, например, нужно использовать только определенную ткань – бязь, меткаль или вафельную. Должно быть не меньше трех слоев, которые не распадаются и не рвутся. И что естественно, самодельная маска должна правильно сидеть на лице. В завершение необходимо сделать фотографию к готовым изделиям маски и направить в госавтоинспекцию для дальнейшего размещения на официальных сайтах и социальных группах. Акция «Береги себя» проходит с 1 по 15 февраля. Все участники получат сертификаты участия. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте – город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова